Ну что ж, ребятки, я вас всех приветствую. В этом ролике мы будем зарабатывать большие деньги. Ну как бы постараемся это сделать, потому что в этом ролике я хочу и катодель на бочке, и закинуть сетку. Подобные ролики я уже видел как бы в ютубе, я думаю вы тоже, но там люди, они либо катали такси и рыбачили, либо рыбачили и закидывали сетку. То есть именно катали дально и закидывали сетку, такого не было, поэтому сегодня я хочу попробовать, и возможно у нас получится что-нибудь интересное. От вас хочу быть максимальную активность, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, давайте на этом ролике наберем 150 лайков, я вам буду очень сильно благодарен. Ну для тех кто не знает, я играю на проекте Амазинг РП на втором северачке, все ссылочки есть в описании, поэтому заходите смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну и конечно же не забывайте вводить по промокод Палканов, его можно вводить на любом северачке до пятого уровня, за него вы получите 300 тысяч рублей. Я вам в свою очередь могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, усаживайтесь поудобнее, берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Всех обнял, приподнял, полетели. Ну что ж ребятки, я думаю можно начинать, давайте я вам немножко объясню как это будет происходить, какой у меня там скилл, сколько я примерно буду зарабатывать. У меня 114 скилл дальнобойщика, я буду работать ночью, нету светофоров, радаров там и так далее, поэтому я могу заработать за час примерно 800-900 тысяч рублей, как повезет. И при этом я еще хочу поставить сетку, килл рыбака у меня четвертый, поэтому сетка мне будет приносить не особо много, но я думаю в любом случае, если за час, а работать мы будем именно час, если за час сетка мне принесет 400 тысяч, то есть это получается лям 200 примерно за час, то есть это будет очень даже неплохо, поэтому сегодня мы попробуем провернуть вот такой вот двойной заработок. Итак, работать я буду получается на газоне третий чип нитро, то есть я полностью заряжен, то есть в плане дальнобойщика у меня по факту максимальный скил, отлично машина для работы, но в плане рыбалки у меня все плохо. И мы посмотрим, что будет, если просто совместить две работы в одну, получится ли у нас вообще что-то заработать или нет. Сетку я буду ставить скорее всего именно в Лыткарина, потому что думаю здесь как бы, я думаю получше будет заезд как бы, да и в целом я постараюсь рейс возить южный Лыткарина, то есть если ехать дальше, то там можно именно ближе к воде, знаете, сетку поставить, а здесь как бы сетка дальше, но здесь я на фуре быстрее заеду сюда, понимаете. Все, ребятки, сетка стоит 500 килограмм, время у нас получается 2.32, то есть в 3.32 мы уже посмотрим, сможем ли мы заработать с этого, либо не заработаем. Я вот сетку поставил, мне интересно как часто туда будет попадать мусор и сколько вообще килограмм она сможет принести за час. Сетку мы поставили, теперь мы берем получается наш газон и едем, берем рейс. Я вот буду брать вьюшку, допустим, чтобы мне как бы было удобно заезжать и чистить сетку, понимаете. Поэтому я думаю то, что у нас в принципе все получится. Получается, если попадает мусор, либо сетка забивается полностью рыбой, нам об этом как бы напишут. Главное не провтыкает этот момент, но очень на самом деле кайфово катать, потому что видите, светофоры не работают, радары не работают, можешь спокойно себе ездить и зарабатывать бабосики, понимаете. То есть видите, ребята, я попытался совместить две работы, точнее в данный момент пытаюсь это сделать и рыбалку, и далее как бы сетка, тем более такая тема имбовая, то есть ты можешь просто сидеть, втыкать, там фильмы смотреть. Именно поэтому я решил попробовать, я у других как бы видосы видел, но как бы я решил сам попробовать надально именно это сделать. В любом случае я надально хорошо заработаю, поэтому я в минус как бы не уйду с этой сетки. А допустим, если катать такси и рыбачить, мне кажется это не выгодно будет. Вот, пацаны, пришло уведомление, то что в вашу рыболовную сеть попал мусор, главное еще сетку не проебать, я достаю, потому что я такой-то, что смогу это сделать. Так вот сетку поставил ебать, хуй пойми где ебать. Все, нам всего лишь нужно одну клавишу так нажать, почистить сеточку и все. То есть никаких проблем, пацаны. Все, рыбу я забрал, 137 килограмм, то есть тысячу килограмм я думаю по-любому должны зафармить. Не может она нормально работать, сука, но я же тебя только почистил, ну куда ты вот это, блядь. Как будто она, знаете, выкупает то, что я как бы и рыбачу, и даль накатаю. И она такая, знаете, ну ты охуел ебать пацанчик, ты реально охуел ебать. Ты как бы хочешь и рыбку съесть, и нахуй съесть. Поэтому она, блядь, нам приколы выдает нормальные. Как-то быстро, знаете, мусор попал, конечно, вообще неприятная ситуация на самом деле. Просто видите еще местоположение, куда можно сетку ставить, не особо удобное, для того, чтобы такими манипуляциями заниматься. Если бы сделали возможность ставить еще сетку в Батырево, это была бы имба, реально. То есть там, допустим, где-то возле порта, знаете, там на берегу. Это было бы очень круто, можно как бы было и такси работать, и как бы сетка была бы рядом по факту. Потому что ты когда такси катаешь, ты там Эдово-Батырево, Батырево-Эдово, ну и далее, тоже было бы заебись, потому что тут ферма рядом, лесорубы, порт. Поэтому, как бы, именно местоположение, то, что находится там в Юшке, вот Карина, не особо удобно. Я бы мог, конечно, и в Юшку поставить, но мне кажется, ну, Лытка будет более такая эмбовая. Короче, ребятки, мне уже давно не приходило уведомление, я решил заехать посмотреть. Может, там рыба уже вся забилась. Не, ну мне нравится, кстати, я уже пару рейсов сделал, и как бы у меня до сих пор сетка не слетела, мне вообще ни о чем не написало. Сейчас посмотрим, сколько там рыбы наловилось. Тем более, я по пути ехал, решил, думаю, ладно, заскочу быстренько, посмотрю, что тут у нас. О, 226 килограмм, пацаны. Так, давайте сложить содержимое сетки, нормально. Так, у меня на руках забилось, да, получается. Сколько целостной сетки, давайте посмотрим. 76%. Погнали, я положу туда рыбу, и, в принципе, отвезем в рейс в Юшку. То есть, пока что все идет прям очень хорошо. Просто, видите, есть этот нюанс, то, что из-за того, что я слежу за сеткой, я как бы рейс вожу не так активно, как должен быть. Большое человеческое спасибо. Как только, блядь, я отъехал, сразу туда попал мусор. И, кстати, целостность, как бы, вообще очень хорошо держится, я не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, 300 килограмм. Очень даже неплохо. Так, давайте сложить содержимое сетки. Все, я забрал, отлично. Бля, неплохо, реально неплохо. Сейчас давайте положим еще рыбу в багажник, получается. Потому что 300 килограмм я уже положил. 300 килограмм я сейчас еще положу. То есть, получается очень даже подсоонарядно. Было бы неплохо еще вытянуть 300 килограмм. Хотя, если на будущем на 15 ловить, это 300 килограмм и получится. Это у нас получится около 1000 килограмм. Бля, вот только я был, сразу туда, бля, попал мусор, бля. Ёб твою дивизию. Вообще, выткинет рейса. Ну как так? Ёб твою дивизию. По факту, я мог и больше надально заработать. Просто я немножко тупил. То не туда поехал, то рейс не тот взял, короче. Ну ладно, не буду оправдываться пока что. Посмотрим уже конечный результат. Бля, ну я думал, что мы лям заработаем. Но чувствую, что мы лям даже не заработаем. Дай бог, чтобы 1800 заработали. С этого всего движа. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что ж, ребятки, время уже подходит к концу. То есть, осталось буквально, ну, 2 минуты или 1 минута. Я уже не помню, во сколько мы начали. Да, ребятки, 300 килограмм. Просто как с куста. Не, ну мне реально понравилось. То есть, в принципе, в плане интереса прикольно. То есть, необычно. Ты не просто по дефолту катаешь дально. Ты еще и, помимо этим, чем-то еще занимаешься. Именно рыбалкой, понимаете? Короче, в плане интереса очень понравилось. На самом деле. Блядь, у меня, оказывается, в газон лазит не 1000 килограмм, а 700. Я почему-то думал, что 1000 килограмм. Ладно, давайте поехали на рейс, отвезу в Юшку. И как раз продадим рыбу. И посмотрим, сколько мы в итоге заработали. Я на самом деле еще удивился то, что сетки хватает больше, чем на час. То есть, вы покупаете первую сетку. И вы можете на ней рыбачить больше 1 часа. А, не, нормальная цена. Нормально. Все, продаем тогда по 300 килограмм. То есть, могло быть хуже. Не, ну, ребята, 868 тысяч. Плюс, я сейчас еще довезу рейс. Я думаю, если были бы рейсы получше, потому что я же не всегда там возил сотые скиллы. Я в основном возил 80-е, там 70-е. То есть, не особо большие. Если бы я чисто возил бы там 100-е, 110-е, ну, был бы лям по-любому. Я думаю, реально получилось очень даже прикольно. Ну, что ж, ребятки, вот такой вот получился материал. Вот такой вот получился ролик. Надеюсь, он вам понравился. Заработок, как бы, я вам показал. То есть, можно, как бы, и дальнекатать, и рыбачить одновременно. Если у вас скачан максимальный скилл дальнобойчика, если у вас скачана максимальная рыбалка, то для вас это будет, я думаю, отличный заработок. Хотя, в принципе, на рыбалке на максимальном скиле можно и так очень даже неплохо зарабатывать, как и на дальнобойчиках. Как я и сказал, я не знаю, есть ли в этом смысл. Вроде бы какой-то плюс есть, знаете. Вроде бы я немножко больше заработал, чем мог заработать, но разница небольшая. Ну, а так я попробовал, я вам показал. Мне лично понравилось. Понравилось ли вам, напишите в комментариях. Но я вам, ребятки, напоминаю, что я играю на проекте Amazon HRP на втором сервачке. Все ссылочки в описании, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну, на этом я буду заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Реально, покажите здесь хорошую активность. Давайте постараемся набрать 150 лайков. Я вам буду очень сильно благодарен. Всех обнял, приподнял. Всем пока-пока.